Мангуст против мамбы Мангуст является хищным животным. Он может приносить как пользу, убивая ядовитых змей, так и вред, истребляя мелких домашних животных. Мангусты используют змей в качестве пищи достаточно редко. Однако, если рептилия угрожает их жизнь, они обязательно вступят с ней в схватку. Мангуст является коллективным животным. Зверьки объединяются в группы и живут одной семьей. Основная их пища — насекомые. Частично эти хищники ведут древесный образ жизни. В Индии зверька часто заводят в качестве охотника на змей и грызунов, поселяющихся в домах. Однако, вопреки расхожему мнению, мангусты не имеют иммунитета от яда рептилий. Они просто менее восприимчивы к нему. И если мангуст еще может побороться с небольшой змеей, то черную мамбу или питона ему не одолеть. В наше время ареал обитания мангуста захватывает некоторые территории Африки, Азии и Юго-Западной Европы. Юрки и мангусты в основном ведут дневной образ жизни, а по ночам спят. Однако здесь все опять же зависит от вида. Нора зверька незаметна для окружающих глаз, поскольку вход туда он всегда старается замаскировать. Животные обычно охотятся в пределах своего жилища, в радиусе до 1 километра. Они обладают следующими важными для хищника качествами — острым зрением и тонким обонянием. Но что касается слуха, то он у зверька слабый от природы, но это не мешает ему охотиться. Фантастической быстротой, а также изворотливостью скорость их реакции является одной из самых высоких в мире животных. Особой стратегией проведения боя, неважно кто перед ним, враг или жертва, мангуст обескураживает всех своими резкими выпадами. Густым и плотным мехом, который способен защитить тельца зверька от укусов змей, в частности кобры, длинными и острыми когтями и зубами, способными нанести противнику серьезную рану или повреждение. Черная мамба — змея ядовитая. Она относится к роду Дендроаспис. Это создание может убить человека. Местные жители считают эту змею едва ли не самым опасным представителем фауны своего края. Это не случайно, ведь разъяренная мамба, благодаря способности быстро передвигаться, может догнать человека. Змея отличается крупными размерами. Взрослые особи могут достигать от 2,5 до 4 метров в длину. В толщину это создание редко превышает по размерам мужской кулак. Тело черной мамбы гибкое и стройное, поэтому она может бесшумно передвигаться по земле, не привлекая к себе внимания. Благодаря своей темной окраске рептилия может устраивать засады в густой траве и под кустарником. Яд черной мамбы чрезвычайно токсичен. Несмотря на то, что змея постоянно имеет запас яда, составляющий около 400 миллиграммов, за один укус она обычно впрыскивает не более 100-150 миллиграммов. Стоит отметить, что для человека смертельной является доза 10 миллиграммов. Яд действует, разрушающий на нервную систему и мускулы, поэтому смерть обычно наступает от удушья и остановки сердца. Как и у многих других видов змей, у черной мамбы имеются два длинных зуба. Яд впрыскивается именно во время укуса ими. Скорость передвижения этого создания уже давно вошла в легенды. Эта змея очень быстрая, но в подавляющем большинстве случаев она использует скорость не для охоты, а чтобы убегать от своих естественных врагов. Эта особенность черных мамб была выявлена сравнительно недавно. Скорость обычного передвижения созданий составляет около 11 километров в час. Быстро передвигаясь, черная мамба может подыскивать себе идеальные условия для охоты. Ну а кто же сильнее из этих двух хищников? Быстрый и ловкий мангуст или смертельно ядовитая черная мамба? Предлагаю посмотреть одну из таких схваток. Мангусты удивительно подвижные, поэтому они могут нападать даже на ядовитых змей, почти не рискуя быть ужаленными. В то же время, вопреки расхожему заблуждению, у мангустов нет иммунитета к змеиному яду. В бою с ядовитой змеей мангуст за счет обманных движений и прыжков в сторону уклоняется от укусов, постепенно изматывает змею и затем нападает сам. При этом, даже если змея достает зверька своими ядовитыми зубами, ей не всегда удается ужалить мангуста, поскольку его защищает густой, плотный мех. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и посмотрите два предыдущих выпуска.